Я смотрю, Андрей ведет здоровый образ жизни, у него даже рука немножко повреждена после спортивных занятий. Что случилось, Андрей? Ну, бывают экстремальные виды спорта, так сказать, на квадроцикле. Не вошел в поворот, не вписался в вираж, поэтому немножко поломал. Не догнал Шумахера, да? Да не было таких целей, просто, скажем так, недостаток опыта. Надо более практиковаться. Ну, и как ты собираешься отдохнуть? Наконец-то лето настало. Куда? Пока еще, честно, я не планировал, еще впереди два месяца работы, поэтому где-то ближе к августу, куда-то с семьей, наверное, прежде всего в Крым, как бы отдохнуть там, подышать свежим воздухом, покататься на велосипедах, в горах поездить. То есть, ну, как бы, может быть, куда-то из-за границы, в Греции, опять же, такие мне очень нравятся. Мне больше вот такие вот климаты нравятся, где природа. Как ты относишься к ювенальной юстиции и будешь ли ты способствовать или препятствовать? Абсолютно категоричный противник. Даже сейчас я смотрел передачу представителей Соединенных Штатов, какой-то там профессор, который молодой, в принципе, но выросший в семье однополых, там, две мамы у него или две папы, там, непонятно уже было, вот, то вот он сам говорил, что у ребенка, когда формируется личность, он не может понять, наверное, он должен делать пример на основе своих родителей. А что показывает родители, что там нету мамы, нету папы, а что-то... Какой он должен вырасти? Поэтому, ну, это, скажем так, на мой взгляд, полный идиотизм. То есть, подобные вещи я не то, что не буду поддерживать, я уверен, что у нас не пройдет ближайшие, я надеюсь, лет 50, так точно. Ну, хорошо. А как ты, ты же видел, что прошел мюнхенский гей-парад в нашей стране, 90% приехало немцев, геев, и провели у нас. Мы потратили на охрану их парада 1 миллион 60 тысяч, примерно, мы посчитали. Как ты к этому относишься? Мы же налогоплательщики. Европа, к сожалению, несет нам не только позитивные вещи, да, там принципы какой-то открытости, прозрачности, демократии, ответственности и многие другие позитивные такие, действительно, культурные принципы. Но вот это тоже есть и негатив, который связан с тем, что в Европе как раз чересчур какой-то, на мой взгляд, изращенный подход к этим всем однополым контактам, равенствам, чего-то их. То есть я, скажу так, каждый человек волен в своих выборах и там сексуальных, интимных, выбирать все, что он хочет, если это не противозаконно. Но не выпячивайте это, да и желательно вообще, чтобы никто не видел. То есть это их интимные какие-то вопросы, и они должны оставаться внутри их. Пожалуйста, занимайтесь. То есть я не говорю, что это плохие, хорошие люди. Это обычные люди такие же, только это популяризировать нельзя. Это не то, к чему надо. Здоровый образ жизни, спорт надо популяризировать, уважение к старшим надо популяризировать, какие-то духовность надо популяризировать. А гомосексуализм не надо. Он и так, к сожалению, как зараза распространяется больше, чем люди. Молодые регионы готовы бороться с продажей алкоголя детям, выходить на алкорейды? Мы, в принципе, продолжаем это делать. Мы всегда за это выступаем. Спасибо большое. Руку сжать не будем, чтобы не доломать уже до конца. Спасибо.